Аневризма брюшной аорты это патологическое расширение самого крупного сосуда в организме. При ее разрыве происходит массивное кровотечение, которое в большинстве случаев приводит к летальному исходу. Это действительно одна из самых опасных болезней в мире. В год регистрируется более 600 тысяч случаев. Ее опасность заключается еще и в том, что аневризма протекает практически без симптомов. Чаще пациент узнают о ней либо в момент разрыва аорты, когда появляется сильная боль в животе, либо недуг случайно диагностируется во время УЗИ. Именно поэтому для врачей-диагностов и терапевтов университетской клиники КФУ провели обучающий тренинг, где им рассказали о том, как обнаружить аневризму на ранней стадии. В первую очередь, чтобы они обращали внимание на прошлые события в жизни человека, связанные с травмами, возможными подъемами тяжести с возникновением острой боли в животе. Это в первую очередь ориентирование ультразвуковых диагностов при исследовании органов брюшной полости на то, чтобы они обращали внимание на состояние крупных магистральных сосудов. Некие такие моменты, клинические симптомы, когда можно пальпаторно определить вот эту аневризму. Дальнейшие исследования у нас направлены на диагностические исследования, то есть направляем пациентов на УЗИ-обследование и по показаниям на компьютерную томографию. Также терапевт должен установить, не входит ли больной в группу риска заболевания. В нее входят мужчины старше 55 лет, пациенты с повышенным артериальным давлением, атеросклерозом, лишним весом и различными наследственными заболеваниями. Высокий риск развития аневризмы аорты и у курильщиков. Стоит отметить, что с недавнего времени в университетской клинике проводят эндопротезирование аорты. Это изолирование аневризматического мешка из кровотока с помощью специального устройства. Благодаря такой операции врачи спасли уже 4 жизни. Операция является малотравматичной и высокоэффективной. Летальность, наверное, при данной операции составляет менее 1%. То есть по сравнению с открытой операцией, конечно, это является хорошей альтернативой. Тем не менее, сейчас основная задача врачей университетской клиники – улучшить алгоритм диагностирования болезни. Ведь пациентам, прошедшим лечение неразорвавшейся аневризмы, потребуется меньше реабилитационной терапии. И они восстанавливаются быстрее, чем те, у кого произошел разрыв. Диана Вакян, Руслан Уразаев, Универньюс.